Номер 1162. События дня. Псалом 118, 51, 53, 61. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон твой. Все эти нечестивых окружили меня, но я не забывал закона твоего. И объявление нашей сестре. Вот умерла она, дети остались. Тормозните, прочитайте. Вот ролики о ней. Так. А вот желающая помочь. Открыли номера такие. Можно что-то переслать им. Просчитайте. Вот. Мне пишет. Синистский-то уголовник. Какой-то христианин православный. Вот на это вот. Диалог между агентом Синистского, возможно, второй поддельный аккаунт, и автором видео Белого Лебедя. Тот говорит, что все православные в аду горят, а сами ни одного святого назвать не могут. Они какие-то вообще сатанисты, прожженные окончательно, прошедшие точку невозврата. Христианин православный пишет в 20-м. Батюшка, прислали фильм об этом клеветнике. Кащайте, распространяйте, пока не удалили. И дальше опять. Батюшка, смотрите, что на соборном форуме нашел о вашем синистском, как и просили. Реймонд пишет, вот, о Библии. Можете прочитать, тут все это открыто. Что на латинском языке, вот, Мартина Лютера, лучшие переводы. Лучшего русского перевода синодального нету и не может быть. Четыре духовные академии переводили, святые. Знание языка было, сегодня даже не сравняешься, Дмитрий. Миром, Агнатий Тихонович, меня зовут Дмитрий Сергеевич. Я из Тверской области, с умирающей деревни, в которой осталось пару-тройку домов. Смотрю вас уже второй год. Я хочу извиниться перед вами. Вы меня обречили в непостоянстве и злопамятстве. Хотя вопрос я задал другой. Это другой человек пишет. Я такой-то ревностный христианин, и вот такое. Что такое грех? Правда ли написано в Библии? Просчитайте. Поэтому не надо злиться, предвзято ко мне относиться. Вы же знаете, что злоба и предвзятость отнимают разум. Вот такое дело. Галина в леске. Ну, что там против нас писало? Вот этот Синицкий. Она все. Не надо вам перед ними оправдываться. Много счастья и бисера, как об стенку горут. Да я не оправдаю, чего ради-то? Ну, и дальше в поиск стаи комаров. И вот здесь прочитайте все. Взрослый мужчина огоняется за крючками в людях. В наших святых проповедниках веры с 4 века. Вон куда его бедолагу занесло. Без стыда и совести в своем царстве Мамона неприятно, конечно, напрасно ощущать. Перед общимся, как говорил Убьян и Протеерия Александр, с Богом. Ну, что сказать где-то? Ну, каждый делает, что может. Он мог бы говорить, там, вот у меня, допустим, деревня, а у него деревня там не такая, лучше. А так у него ничего нет, он сидит там дома один. Ну, и выдумает, и кажется, все хорошо, и они видят, какой отпечаток на лице. Печаток греха, как печатью отпечатанной. Я его ни разу не слышал. Один раз я как глянул и понял, страшно нехороший человек. Бога не знает. И дальше уже поползло все. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Благодарим за молитву, которую она сильно поддерживает. Это в Испанию он уехал. Репис, регис. Алло. Вот, хотят принять крещение. Работы у Региса много. В 74-40 молимся, 100 поклонные молитвы, считаем Библию за работу. Посещаем храм Московской Патриархии в 35 километрах от дома. За трапезой смотрим канал «Воследие Библии». Радуемся обращению новых душ за пробуждение в них интереса ко Христу, которому слава и благодарение во веки. Виталий Регис и Ирма. К тому же на 21 февраля Испания. Я пишу, крещение лучше всего у нас совершить. А вот она написала. Мы с вами в щадру летки общались. Бухай какой-то. Синистскому служи, и будете вы рады. Но только вот, увы, не будет вам награды. Ведь синистский клеветник, он лжет на всех подряд. А скажешь, он неправ, и попадешь ты в этот ряд. Запилит на тебя, Сашка, свой видос. О том, какой ты лжец, польется на тебя по нос. Расскажет про тебя все тайны, что открыл. И скажет, что не знал тебя и не любил. Шнац ведь обречил, а оболгал весь свет. Нож на церковь натащил, а у самого ведь церкви нет. Нет же у него святых, нет же тех, кого хвалил. У него лишь только злость на тех, кого Бог возлюбил. Оболгал он мать Марию из потеряйки златоуста. Может, у него шизопрения или очерствели чувства. Ну да Бог с ним, Бог судья. Только больше лжи не надо. Хватит грязного белья, пусть он все свое покажет. Белый голубь. Ну, два местописания я взял. Два ролика, названия такие пошли. Так. Вот я пишу одному человеку. Вы не поняли значение этого видеоролика и не поняли последствия его, которые там проявились, синицкого-то. Как сообщили, составили его в миссионерском отделе Новосибирской епархии. После того, как он поганил самое святое и дорогое, этот человек напал на меня и уже высылал три паха. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот такой вот... Кто такой Санкт-Петербург Синицкий? Полное расследование следует... Вот зарядите... Вот так вот это выглядит... И дословно вот... Ну на этом можно сказать и все... За прошедший день... Все работали, снег кидали... Мне пришлось двух крыш сбрасывать... Бог дал здоровье, перемогли... Все как положено... Но остальное в городе, это еще можно сказать... Погода нам содействовала... Все это сделали... Ну вот милости Божией... И живы остались... Показать наши... Ресурсы... Ресурсы... Слава Господу нашему... Благодарю за молитву... Когда люди в больнице уложились... И как надолго... В сообществе писали... У него язва... Так ли это? Вот видишь... Он все знает, заботится... Что-то у него такое... Ну и... Форум... Вот он форум... Какой наш... Попробуй... Попробуй перемотать... Так... Ну и... Наш видеоканал... Вот выставил я... Беседы... Ну немножко день прошел... По 300... По 170... Так... Понемножку... Это дальше еще буду выставлять... Все еще под замками... И во свете Библии... Православный библейский сайт... Вот так... Ну еще закачиваю ролики... Не дает... Выбрасывает... Заново... Модем отключаю... Включаю... Ничего нет... Вот... А сегодня... Ну я же сказал... Сегодня два... Сильных программиста... Приехали сразу... Ну наши братья... Все отправлено... Сделали... А у меня тут еще... Скайп исчез... Сам виноват... Там нажал не туда... Ну вот такие наши события... Благословен Господь... Аллилуйя...